Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец, сегодня мы с вами поговорим о завершении 16-го саммита БРИКС в Казани, где Путин пытался склепать антиамериканский натовский союз, все эти планы потерпели фиаско и сегодня он получил очередной нож в спину от любимого вождя Си Цзиньпина, который призвал Путина прекратить войну в Украине. Правда, звучало это все не столь прямолинейно, а, скажем так, звучало все это по-китайски. В российской армии подсчитали, какое количество преступлений совершили российские военные в Курской области, я не оговорился именно российские военные, вы сами удивитесь, и я, честно говоря, немножко сегодня обалдел от этой статистики, тем более озвучил ее никто иной, как командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов, более известный как Лапти Алаудинов. Северная Корея взяла в заложники родственников, отправленных на войну в Украину солдат в НАТО и в Пентагоне сегодня подтвердили переброску северокорейских военных для участия в войне против Украины. Фактически это произошло с интервалом в три дня после того, когда соответствующую информацию обнародовала южнокорейская и украинская разведка. Наконец, Си Цзиньпин заявил Путину о том, что необходимо прекратить эскалацию в Украине. Это же положение вошло в качестве одного из пунктов коммунике по итогам завершения 16-го саммита БРИКС. Пункт 36. Итоговой декларации посвящен Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине еще 20 миллиардов долларов в рамках кредита Большой Семерки. Наконец, пока Реджепты Ирдеган находился в Казани. Он прибыл только сегодня с официальным визитом у офиса оборонной компании. Это один из самых крупнейших военных операторов на территории Турции. Теркиш Аэроспейс под Анкарой произошел теракт. И это все не случайно. Это имеет прямое отношение к визиту Эрдегана в Россию. Кто за этим стоит? Исламисты или сам Путин? Будем разбираться, друзья, со всеми возможными версиями. А они, поверьте, выглядят более чем интригующе. Итак, начнем с первой новости. Министерство внутренних дел в Курской области, оказывается, там есть свое Министерство внутренних дел. Я тоже сегодня много прифигел от этой новости. Зафиксировало 187 преступлений, внимание, совершенных не украинскими военными, нет, а российскими военными. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, замполит, попросту говоря, командир спецназа Ахмад Абти Алаудинов. По его словам, на сегодняшний день российские военные совершили 187 преступлений. Только в Курской области. Среди них самое популярное это убийство, изнасилование. Однако, он заявил, ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения Ахмад. Просто Ахмад не оставляет свидетелей, давайте так говорить. Кроме того, он заявил о том, что до него доходили слухи о неподобающем поведении бойцов Ахмад в тылу. За какой период были совершены эти военные преступления российскими военными, неизвестно. Сам Алаудинов заявлял, что он прибыл в Курскую область 7 августа. То есть, предположительно, с этого момента где-то это количество преступлений и зафиксировано. Удивительная, согласитесь, статистика. Учитывая то, что кремлевские пропагандисты, в первую очередь, вопят якобы о массовых военных преступлениях украинских военных. Правда, ни одного доказательства так и не представили. Среди этих обвинений были, в частности, обвинения в том, что сожгли какую-то 14-летнюю девочку. При этом свидетель был и автор этой утки, был один-единственный депутат местного законодательного собрания. Рассказы о том, что убивали какие-то семьи, расстреливали жителей целых населенных пунктов. Потом создали концлагерь, это уже Маша Захарова, на территории Суджи. Одним словом, было огромное дикое количество, но, как мы видим, удивительно, правда, оказывается, российские военные совершали все эти преступления. И даже об этом заявляют российские замполиты. Поразительная новость, согласитесь. Тем временем, Северная Корея в традиционной манере, я об этом говорил, я предполагал, что как они будут бороться с максимумными случаями дезертирства среди северокорейских военных, отправила уже 3000 своих солдат для прохождения военной подготовки в России и всех их родственников, внимание, взяли в заложники. Об этом журналистам сообщили Associated Press и Reuters со ссылкой на директора Национальной разведывательной службы Южной Кореи, называется NIS, Чо Те Ём, об этом заявил, на закрытом заседании парламента. Ну, а его слова, в свою очередь, журналистам передали два депутата Южнокорейского парламента. Эту информацию, по данным спецслужбы Южной Кореи, NIS, в самой КНДР начали свозить семьи, откомандированных в Россию, военных в специальные лагеря, поскольку слухи, внимание, стали распространяться среди местных жителей. По оценкам российских инструкторов, северокорейские военные обладают прекрасными физическими данными, моральным духом, то есть у них промытые мозги, будем говорить откровенно, но не имеют представления о современных методах ведения войн, в частности, о беспилотниках. Поэтому их не стали отправлять на передовую. Глава Украинской военной разведки Кирилл Буданов указывает на то, что поскольку они идеологизированы, и у них промытые мозги, они могут оказаться весьма дисциплинированными военными, однако на случай того, если они начнут вести себя не так, их военных в Северной Корее могут просто казнить. Вот такой простой способ, который в принципе незамысловатый, к нему прибегают все диктаторские режимы. Для того, чтобы избежать любых случаев дезертирства, паники, предательства, просто взяли, просто эффективно взяли в заложники их родственников. Интересно, как до сих пор до этого они додумались с российской властью? Ну куда ведь проще? Что там той армии в Украине находится? Около полумиллиона. Тем временем издание Wall Street Journal приводит слова специалиста по Северной Корее из университета Кукмин в Сеуле, зовут его Федор Теркицкий, но судя по имени я не искал его, не гуглил, скорее всего он, наверное, россиянин, вероятно. Так вот этот специалист по Северной Корее Федор Теркицкий заявил о том, что переброска северокорейских военных в Украину крайне рискованна, поскольку идеология может сыграть с ними злую шутку. Они находились в изолированной, полностью изолированной системе, капсуализированной. И теперь, когда они могут оказаться в условиях отсутствия цензуры, в любом случае они будут получать информацию, невозможно избежать. У них появятся гаджеты, в любом случае от их российских сослуживцев, они начнут гуглить информацию и придут в шок. И оказывается, Джин Ким Чен и наврал им все это время, оказывается, все совершенно не так. А загуглят какие-нибудь южнокорейские СМИ и начнут читать правду, на самом деле. Одним словом, все это очень и очень непредсказуемо. Одним словом, крайне рискованный шаг. Ну и информацию о нахождении северокорейских военных сегодня подтвердили, наконец, уже НАТО и в Пентагоне. Ллойд Остин, который только на днях был с визитом в Киеве, заявил о том, что американские власти располагают доказательствами того, что северокорейские военные уже находятся в Украине. Цитата. Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Остается только догадываться. Это то, что нам нужно выяснить. Их намерения на данный момент неизвестны. Об этом пишет журнал The Wall Street Journal. Об этом же заявили сегодня на брифинге представители Совета национальной безопасности США. В ответ, почему американцы не дают разрешение бить дальнобойным оружием, Джон Кирби заявил о том, что мы не знаем, что будут делать северокорейские военные. Ну, не знает сегодня на данный момент американская разведка. Бывает и такое, оказывается. ЦРУ обязана знать, а пока ответа у них нет. Ну, пусть обратятся к южнокорейской разведке. Я уверен, что у них информация уже есть. Или, по крайней мере, есть версия относительно того, чем же они будут заниматься. Кроме того, что перебрасываются на территорию России 4 бригады северокорейских военных. Общей численностью 12 тысяч человек. Это данные южнокорейской разведки. Подразделения спецназа и пилоты северокорейские, которые должны управлять российскими СУ и МИГами. Также информацию сегодня синхронно с Пентагоном подтвердила и НАТО. Официальная представительница НАТО Фара Дахлала в ответ на запрос Deutsche Welle заявила, что союзники подтвердили данные о переброске войск КНДР в Россию. Если эти войска предназначены для войны в Украине, это ознаменует значительную эскалацию ситуации с поддержкой Северной Кореи незаконной войны, которую ведет Россия и является еще одним свидетельством защитных потерь России на фронте. Конец. Цитаты. Как говорится, капитан Очевидность. Если они предназначены... А для чего они еще могут быть предназначены? Если они находятся на территории России, мне вот тоже интересно. Ну, не в отпуск же они, в конце концов, туда отправились. Россия точно не та страна, откуда даже из Северной Кореи люди захотят ехать в отпуск. Поверьте мне, я думаю, что в Северной Корее природа и условия отдыха, я не говорю об общей атмосфере, наверное, получше, чем в России. Как-то так мне кажется. Ну, и, наконец, переходим к саммиту БРИКС, где накануне Россию ждала жесткая подножка от союзников, ключевых, в первую очередь, от Бразилии, Южной Африки и Индии, которые наотрез отказались превращать этот самый БРИКС в антиамериканский блок, антинато. Ну, не захотели. А тут еще и Китай отказался играть в любые истории, любые игры с резервной новой валютой. Видите, даже юань не захотел, чтобы таким был. И, о чудо, Россия предупредила всех гостей саммита БРИКС о том, что они не смогут воспользоваться своими карточками Visa и MasterCard. Бывает же такое антиректуре России. И поэтому им надо привести наличные валюты. Но почему-то не юань и не рупий, а доллары и евро. Как же так? Ведь эти валюты производятся в странах проклятого Запада. А вот именно их в российских банках и можно поменять. Свободно, как оказалось. Вот Россия и российские организаторы призвали брать именно доллары и евро приезжать. Карточками пользоваться нельзя, чековыми книжками нельзя. Одним словом, welcome to Stone Age. Как говорится, добро пожаловать в каменный век или же Россия. Но возвращаясь все-таки к Си Цзинпину, он сегодня, выступая на заседании глав стран БРИКС, заявил, Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространения на третьи страны и избежание эскалации боевых действий, а также отказа от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации. Китай, Бразилия и страны глобального юга, Завилси, создали группу друзей мира, которая нацелена на объединение голосов в поддержку мира. Ну и наконец, итоговая резолюция, открываем декларацию саммита БРИКС, пункт 36, который посвящен Украине. В этом пункте говорится следующее. Мы напоминаем о национальных позициях по ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих формах, включая Советы Безопасности ООН и Генеральной Ассамблея ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующее предложение по сотрудничеству и добрых услуг, призванное обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии. Конец цитаты. Ну и МИД Украины сделал сегодня заявление о том, что план России навязать представление якобы альтернативной позиции глобального юга относительно российской агрессии против Украины потерпела очередное фиаско. Декларация, заявили в Украинской МИДе, продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции по российской агрессии. Ну и наконец, сам МИД БРИКС, который Россия планировала использовать для раскола мира, лишь в очередной раз доказал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе уважения международного права и устава ООН. Простыми словами переводя на общий понятный язык, Путин в очередной раз крался, извините, это правда. Все его попытки навязать свое видение и представить БРИКС как антизападную, антиглобалистскую, антинатовскую организацию потерпели фиаско. Поскольку Китай, повторюсь себя, видит в первую очередь этот блок прокитайский, который будет выполнять в первую очередь экономические цели. Также Путину не удалось добиться того, что страны, которые он пригласил на саммит БРИКС и те, которые входят в эту организацию, увеличили объем своих инвестиций. В Россию они по-прежнему остаются мизерными. Клянчил деньги, но ничего не получил. Вот так великий стратег провел саммит, где Россия, саммит организации БРИКС, где Россия сейчас является председателем. Ну а Путин денег клячил не смог, а вот США и Украине предоставят очередной кредит в рамках большой семерки на сумму 20 миллиардов долларов. При этом сумма эта пойдет за счет доходов от замороженных российских активов. Речь идет об общей сумме 50 миллиардов долларов. Это совместный пикет помощи от стран Большой Семерки и Европейского Союза. Ну и вот Соединенные Штаты конкретно предоставят 20 миллиардов из этого общего пакета на 50. Это, повторю, только доходная часть от российских замороженных активов. Сами они не передаются, Украине передается только прибыль. Прибыль, которая получена от этих замороженных средств, которые по-прежнему находятся на счетах в западных банках. Кроме США, одного из крупнейших держателей пакета, в Европе больше всего российских денег заморожено. В Бельгии, да, не во Франции, не в Германии, не в Британии, в Бельгии. В Бельгии основной держатель российских счетов. Ну и, наконец, пока сегодня был саммит БРИКС, в Турции произошел крупный теракт. Не по количеству. Нападавших было двое, мужчина и женщина, они убиты. Убиты также пятеро гражданских, 22 получили ранения. Но, тем не менее, теракт этот оставляет огромное количество вопросов. Сейчас поймете, почему. Эрдоган прибыл сегодня. Естественно, на фоне обвинений в том, что Турция, напомню, является членом НАТО. И тут Турция подает заявку на вступление в БРИКС. Неожиданно. Блок, повторю, не антиамериканский, не антизападный. В любом случае, несмотря на попытки такими представить. Но, как минимум, организация недружественная. Ни одна страна, входящая в НАТО или Европейский Союз, или другие западные блоки, не входит в организацию БРИКС. Турция захотела. И, когда Эрдоган прибывает, конечно, никого совпадения нет. Это удар по нему, в первую очередь, по его репутации. Он показывает неспособность его, как президента страны, и спецслужб, который находится под его руководством, обеспечить безопасность. И то, что этот теракт был приручен конкретно к отъезду Эрдогана, понятно было известно о том, что он прибудет в Казань. Именно под него этот теракт и был проведен. Произошел он не просто на каком-то объекте непонятном. Это крупнейший оборонно-промышленный концерн Турции, Turkish Airspace Industries, или сокращенно TAI. Находится он в 50 километрах от Анкры. На него было совершено террористическое нападение. Были слышны выстрелы и взрывы. Ну, а далее начинается, собственно говоря, самое интересное. Власти, естественно, обвинили пока неизвестно. Никто не взял на себя ответственность. Власти тут же объявили. Скорее всего, они считают, что это курдские сепаратисты совершили это преступление. Однако, есть и другие версии. Поскольку это самое предприятие производит, в первую очередь, беспилотники, в том числе, которые участвовали в войне Азербайджана и Армении. И производит главное детище военное авиапрома Турции. Это турецкий истребитель пятого поколения КАН. Вот так он называется. TAI КАН по названию компании, которая его производит. Также он производит четыре многоцелевых боевых вертолета и четыре типа БПЛА с высокой грузоподъемностью. Байрактаров здесь нет. Ее производит компания Байкар. Напомню. Другая. Не эта корпорация. Но, тем не менее, специалисты обратили внимание на то, что компания Turkish Airspace Industries стала объектом нападения, вероятно всего, в силу того, что она особо цена для Турции, особо цена для Эрдегана. Это крупнейшее высокотехнологичное предприятие, крупнейший концерн, который производит, в первую очередь, ключевой истребитель пятого поколения КАН. Который находится в стадии доработки. Предприятие Turkish Airspace также активно сотрудничает с другими западными корпорациями, британскими, американскими, британский BAE Systems, американской Lockheed Martin и General Dynamics. Очевидно, что, если бы это были представители, предположим, курдских сепартистов, курдская рабочая партия, которая может, по мнению властей Турции, стоять за этим нападением, была, по сути, выпистована и возвращена молоком, буквально, комитета государственной безопасности СССР. Именно с курдскими организациями советские спецслужбы КГБ, а позднее российские спецслужбы ГРУ и ФСБ поддерживали самые тесные контакты. Вторая версия заключается в том, что кроме курдов это могли совершить представители исламского государства, которым точно так же Турция перешла дорогу в свое время, поскольку именно Турция, по их мнению, нанесла решающее поражение исламскому государству в ходе гражданской войны в Сирии. И поэтому у исламского государства особая счета к Эрдогану. Однако, если мы исходим из версии того, что за этим стоят курдские сепартисты, которые, напомню, ранее содержались и существовали исключительно на деньги СССР, а позднее Российской Федерации, причина, почему Путин может нанести такой подлудар в спину Эрдогану, который к нему приезжает в гости, но это логика террориста, абсолютно очевидно, именно так они и действуют всегда, и это вызовет наименьшее количество подозрений. Но как же Путин может стоять за этим терактом, если он принимает у себя Эрдогану, то есть он к нему приезжает, и в это время какие-то связанные, возможно, с российскими спецслужбами террористы проводят этот теракт. Но, накануне произошло важное событие о том, что Анкара внесла изменения в таможенной системе с целью блокирования экспорта в Россию более четырех десятков ключевых наименований военной продукции, по, естественно, под давлением американцев и других западных союзников. Вашингтон ранее предупредил Анкару о последствиях, если та не прекратит торговлю с русскими. В итоге были заблокированы более четырех десятков наименований, критически важных для российской оборонной промышленности, с помощью которых она обходила санкции и обходила ограничения на получение продукции. Ранее это же сделал Европейский Союз, который заблокировал соответствующую торговлю. Речь, в первую очередь, идет о таких чувствительных материалах, как микрочипы, которые используются, естественно, в ракетном производстве, а также в бронетехнике. Танки, БТР и тому подобное. Система дистанционного управления и всего порядка 50 высокоприоритетных наименований военной продукции западного производства. Производства США, Великобритании, стран ЕС и Японии. Это передовая электроника, в том числе процессоры, карты памяти, станки и другое оборудование. И вот здесь мы приходим к версии как раз таки, что Путин мог это сделать. Он совершенно, это абсолютно в логике, абсолютно сошедшего с ума скатушек террориста, тем не менее циничного, который не остановится ни перед чем. Вспомним в свое время, российские штурмовики в ходе гражданской войны в Сирии залетели на территорию Турции, где были успешно сбиты турецкой авиацией. Путин тогда тоже угрожал там санкциями, запретил россиянам ездить какое-то время на курорты Турции, перестал закупать их сельхозпродукцию. Но в конечном итоге утерся и вернулся. Но ничего не забыл, конечно ничего не простил, это не тот персонаж, это кровавый маньяк, который конечно же ничего не забывает. И вот поэтому, еще раз повторю, кроме исламского государства, вторая версия это естественно сама Россия. Одним словом, такая вот она месть и весь этот клубок будут безусловно сейчас раскручивать и спецслужбы Турции, и спецслужбы Запада. Интересно, что они накопают, ну а мы будем естественно за этим внимательно наблюдать. Спасибо вам, друзья, за просмотр этого видео, берегите себя, подписывайтесь на канал, лайкайте, шарьте, комментируйте трансляцию, не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Нам остается не так много, до 1 миллиона подписчиков. Поднажмем, как говорится, всего лишь около 20 тысяч по состоянию на данную минуту. Берегите себя, друзья, тихой ночи, слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу, с вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok